Сегодня хочу поговорить о категории мужчин, которые пишут на сайте знакомств, что хочут серьезных отношений. Ну, во-первых, это, конечно же, пикаперы, которые давным-давно поняли, что самый простой способ затащить женщину в постель, это рассказать ей о том, ну как он серьезно настроен. Нет, самый простой способ это просто-напросто заплатить вам деньги. Второй способ по своей простоте это просто сказать, что ты офигенный директор какого-нибудь офигенного предприятия и ты сама захочешь лечь с этим мужчиной в постель. Под номером два у нас мамкины симпатяги. С такими, кстати, можно построить отношения, главное понимать, что в этих отношениях вас всегда будет трое. А я вот, допустим, папкин симпатяга, а? Ну, знаете, это говорят именно те женщины, которые чаще всех обращаются чуть-чего не случись сразу же к подругам, к мамам и так далее. То есть ты, когда берешь эту женщину замуж, ты женишься в буквальном смысле еще и на ее матери и на ее подругах. Подсчетное третье место у нас занимают мужчины с дефицитным мышлением. Они правда хотят серьезных отношений, но для того, чтобы в их доме появилась бесплатная домработница, которая, кстати, еще будет 50 на 50 пилить с ними коммуналочку. А что нужно для того, чтобы это была не бесплатная домработница? Помимо того, что мужчина практически ее содержит, он еще, наверное, должен выплачивать ей заработную плату. А то, что женщина получает себе обеспечена сантехника, грузчика, водителя и защитника и так далее, так далее, это не считается. Эти услуги мужчины не должны оплачиваться. Нет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова